Как понять, какая галина права больше даст подобие? Допомогчил этим наученцам классов с юридическим профилем мета этой встречи. Евгения Жук выбор на корысть правознавства сделала еще в 8 классе. Сейчас вагается с выбором на прамку. Поэтому в делу проекции управления юстиции допоможает расставить приоритеты. Упевнена девушка. Я считаю, что правовые знания нужны каждому человеку, потому что есть определенные жизненные ситуации, в которых мы не знаем, как поступить, и без основных знаний, без базовых знаний мы не можем жить. Есть разные юридические направления, например, политология, правоведение, судебные направления. И сложно определиться, что ближе, что лучше, в чем у тебя больше навыков, больше способностей. Мне кажется, именно эта встреча нам поможет узнать. Теоретичные веды у практику. Проект управления юстиции и областного лицея складается с устреж с разными структурами. Новочинцы будут наведывать суд, установы ЗАГСу, нотарият. Ближе познайомятся с риэлторами и адвокатами. Проблема кадров у нас достаточно всегда острая. И тем более в условиях, когда задачи ужесточаются, требования возрастают. Поэтому эта проблема очень сложная. И, соответственно, ее решить можно было только с учетом и при взаимодействии всех учреждений и организаций, которые в этом заинтересованы. Яцисти правознавчика на прамку у опошлних классах навучания повинны добре уникнуть цю выбранную юридическую ниву, лечат спроставники навучальной установы. Темоголовная мета праворієнтации насисить молодець корисной информацией. Подобные мероприятия приблизят их конкретно к тому роду деятельности, которая их ожидает. То есть юридическая профессия, чем конкретно будет заниматься. Они увидят профессию, увидят внешние виды представителей юридической профессии, общение, законы. И выбор профессии будет осмысленный. Наступная праворієнтацииная встреча отбудется уже 25 мая. Лицеисты наведают суд и нотариальную контору.